еще такой момент ваши звонки по поводу деда мороза и заказа масла заказа масла как-то на лайт еще прослушал но деда мороза я не слышал это это прикольно потому что ну там из разряда да 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 сейчас закажем но часто только новогереева метро проеду а еще не понравилось там но да да ну в понедельник презенте но давайте при но давайте она себе наклеил тут на монитор себе бумажка это забавно мы такие жители сейчас в америке проводим в америке есть такая четкая закономерность если это большой бизнес они очень хорошо работают следами как роботы как макдональдс когда это маленький бизнес в америке катастрофа ужас все как в россии а у нас ровно наоборот у нас большой бизнес очень плохо работает следами а маленькие вот типа дедов морозов стараются тоже клиентов мало клиенты дорогие и на самом деле деды морозы пока из всех индустрий которые вы проверили рекордсмены по процентам пукать то есть да это все выглядит неуклюже смешно но это же не важно клиенту наплевать ты можешь из метро ответить многие начинающие бизнесмены думают что ну как офиснее без офиса не солидно телефон должен быть сайт должен быть а на самом деле клиенту не это надо он тебя не офис не сайт не телефон покупает он покупает у тебя твою услугу другое дело что ты же чтобы он тебе поверил чтобы ты доверился но если ты будешь вести себя ответственно он тебе довериться и поверить не обидает ли это понтовый офис поэтому деда мороза это как раз прекрасный пример когда да они там неуклюже из метро отвечают но при этом стараются и желание исполняют до цифры хорошие миша там еще есть такая теория выжившего что но грубо говоря вывод такой что не нужно изучать историю успеха для того чтобы тебе было полезно нужно изучать истории неких неудач или ошибок мы которые может сделали тебя сильнее китри скажем о каких трех опасностях ты бы хотел предупредить народ чтобы возможно не избежали на там самый широкий спектр вопрос там начинают партнерство заканчивать ну конечно история про плохое партнерство она очевидная на частая ошибка и без партнеров плохо и перебарок перебарщивать с этим тоже плохо то есть конечно это такой тонкий момент и тут нет единого рецепта и здесь у каждого найдется в бэкграунде какая-то ошибка допущенная на стадии партнерства там зарплата и так далее вторая ошибка для если мы говорим пройти стартапы это быть слишком инновационным это реально проблема когда ты живешь в не очень настоящей реальности среди твоих друзей тебя вот как у нас да ну чё crm все понятно а ты начинаешь обзывание бизнеса они два из ста знают слово а тебе кажется что в твоей вселенной как бы все уже схвачено и вот надо уметь забыть про свою вселенную посмотреть на чужую вселенную не посмотреть как там устроена и не быть слишком молодцом то что есть слишком рано на рынке это еще хуже чем быть слишком поздно потому что если ты будешь слишком поздно У тебя есть какой-то шанс, а если ты слишком рано, вообще никакого шанса. Поэтому не быть слишком инновационным, попадать очень точно, быть очень вовремя. Кстати, не быть первым. Вторым быть намного выгоднее, чем быть первым. Часто. Вот. И третья ошибка. Третья ошибка, чтобы такое назвать. Может, при масштабировании что-то? Ну, да я вот пытаюсь вспомнить что-то такое хочется красивое найти. Ну, не могу какого-то такого типового рецепта найти. Много денег плохо когда-то, да. Вот это очень плохо. Вообще, у меня был такой опыт в прошлом. Я работал в бизнесе, который работал на падающем рынке. У меня была сеть видеопрокатов, я был генеральным директором. Я могу сказать, что это уникальный опыт, когда ты работаешь на падающем рынке. Все привыкли работать на растущем рынке, потому что у тебя любые ошибки прощают. Ты в этом месяце сработал неэффективно, ну ничего, в следующем месяце будет выручка побольше. А ты попробуй работать, когда каждый месяц выручка меньше. Вот каждый месяц у тебя будет меньше. И у тебя остался год, два года, там, не знаю, полгода. И ты за это время должен успеть с опережением освободить ресурсы, чтобы тебе их хватило на перестройку, перепозиционирование. И время течет, и твоя ошибка осуществляется. Ну, это такой уникальный опыт. Вот проблем, много денег это большая проблема. И нужно учиться работать в таких голодных, стесненных условиях. Опять же, ошибка многих стартаперов. Они думают, что нужен капитал. Что вот они сейчас дадут инвестиции, миллион. Это ужасно, это разрушает. И, скорее всего, это убьет проект. Потому что все, что ты будешь делать, все будет неправильно. То есть, вот все твои решения, которые ты думаешь в первый год, они все будут неправильны. И даже два года, и даже три года. Вообще, почти все. Мне девушка, знакомая Настя, недавно спросила. Ты, говорит, проводишь маркетинговые исследования? Я говорю, да, счет выставляем и проводим маркетинговые исследования. Я тоже не люблю никакие исследования, никакие аналитики. Потому что я вижу в этом желание спрятать свою волю, и чтобы решение за тебя исследование приняло. Да. Как будто там не я решил, а ты исследование показал. Я бы вот от себя ко второму пункту добавил, что мы, когда сами делаем продукт, Callback Hunter, да, для увеличения конверсии на сайте. Я всегда представляю человека, который реально сейчас вот меняет, условно, там, диски к X5. Я представляю, что, да, звонок он сможет принять, потому что у него вот здесь в торваных джинсах телефон лежит. И там у него еще у работника телефон лежит. Но, когда ты заставляешь человека, если он меняет, да, на шиномонтажке, заставляешь посадить оператора, чтобы этот оператор отвечал, условно, в чатах. То есть здесь, мне кажется, уже меняешь его бизнес-модель. И из двух вариантов измениться самому или не работать с тобой, он выберет второй. И потом мы даже, когда думали насчет чата, мы четко понимаем, что чат должен отвечать мгновенно. Потом все чаты заканчиваются, как правило, звонком. И мы вот это сейчас пытаемся изменить. То есть мы там думаем даже, как, условно, ты будешь принимать, он будет в чате тебе писать, а ты будешь разговаривать с ним по телефону. И между вами такая связь будет быстрая. И вот, мне кажется, тоже нужно создавать продукты, которые не меняют бизнес-модель, как таковую клиенту. Ну, кстати, еще есть, знаешь, как, во-первых, ты прав, что нужно представить сериального человека. Это безумно помогает. Это этот, из бегуна я идею взял. Да? Басов такой. Да, Басов, они постоянно представляли какую-то женщину из Рылау, которая чуть ли не там пекарня какая-то. Да-да-да, у нас тоже есть 3-4 образа, которые мы постоянно достаем. Мы говорим, а вот там, что скажет? Ну, там, когда я про это хейс, я все время свою маму вспоминаю, блядь. Типа моя мама догадается, что там свайп, что такое свайп там из разряд. А у Миши Дышкиева постоянно погасян, короче. Вот, погасян. Это очень помогает, потому что это помогает им в ту реальность вернуться. Потому что вообще придумывать реальные образы, у нас даже на собеседнии есть такой хак, всем прозвище придумывать. Потому что, когда ты придумаешь прозвище, ты много кодируешь в этом прозвище. Намного больше, чем ты пытаешься там плюсы, минусы выводить. Целью аудитории. Да, ты же ботаник. Слушай, я точно сегодня маркетологам, по-моему, раздам по 50 тысяч рублей, скажу, делать, что хотите. Полная свобода. И вторая вещь, это давайте создадим 4-5 образов реальных наших клиентов. Да, и когда ты начинаешь оперировать, ты начинаешь по-другому оценивать. И вдруг, как бы, ты встаешь в ту шкуру, и ты говоришь, да не будет он этим пользоваться. Да нет, туфта. Вот, да. И, конечно, не менять чужие бизнес-процессы. То есть, там вот это вот классическое, набившую же скомину, а давайте заставим салон красоты делать запись там через телефон. Да, и знаешь, мы будем проводить обучающие семинары, короче, сейчас. Мы сейчас бизнес-завтраки, короче, и сейчас мы научим, как вы начали. Не, вот это обучение, я давно от этого отошел, я посещал такие мероприятия, я понимаю, что, когда ты пытаешься менять систему, по-моему, она меняет тебя. Ну, это, да, это, знаешь, как тебе нравится твоя идея, и ты начинаешь вселенную под свою идею подгонять. Да. Она ее не принимает, ты говоришь, нет, я сейчас всех научу, я там изменю, а на самом деле ты просто попал, ну, не туда попал. Это Джоус же говорил, что, типа, лучшая технология та, которую не замечает. Ну, конечно, само собой. Вот, Миша, скажи по поводу маркетинга, блин, мне, не знаю, вот по 200 сообщений в день пишут, и причем 50 из них посоветуют что-нибудь по трафику, что работает, что не работает. Вот, расскажи, какие классические пробовались, ну, я думаю, ты все пробовал, и какие, скажем, там, какие-то креативные вещи, что сработало, ну, где рой, там, примерно, по каналам, какой у тебя. Мы пробовали вообще, наверное, все, и все же хотят пилюлю, все хотят чудо, ой, ему сейчас скажут, он найдет секретное место, это поле дураков, там, поэтому подписан на канал. Да, а правда в том, что все каналы хороши, просто им надо уметь пользоваться, у всех есть плюсы и минусы, контекст, отличная штука для тестов, более того, он очень эффективен при маленьких бюджетах, он же проблем, когда тебе нужно много, вот там, да, там начинаешь вытаскивать, Больше кликов, больше платить начинаешь, да, 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 а если тебе нужно протестировать маленькую гипотезу на маленьких числах, там цифры нормальные, все отлично, очень эластично, два дня эксперимента ушел, контент позволяет дотянуться очень далеко в очень длинную, да, очень тяжело досягаемую аудиторию, партнерки тоже, то есть у всех каналов есть плюсы и минусы. Мы пробовали все, пользоваться надо всеми, на самом деле всеми, другое дело, что если ты, у тебя очень ограниченные ресурсы, да, тебе нужно фокусироваться, тебе нужно сделать лучше один канал, но хорошо, можно взять любой, то есть вот нету канала, который, можно сказать, этот канал не подходит. В принципе, даже контекст, если ты такой вот суперпрограммер, вдруг он должен тебе подходить, тот же канал, то есть надо понимать, что если ты запускаешь стартап с пятьюдесят тысячами рублей, то твой главный ресурс это ты. Ну, потому что денег у тебя все равно нет, и ты будешь использовать то, где ты хорош, ты хорошо пишешь, пиши статьи, ты математик, программист, попробуй контекст, почему нет, потому что ты будешь эффективнее, чем твои конкуренты, которые будут платить к агентству контекстной рекламы там, а ты это сделаешь эффективней. Ты чувствуешь себя коммуникатором, попробуй пиар журналистов, тусовки и так далее. То есть очень важно, чтобы еще на тебя это ложилось, потому что первый опыт будет под тебя сильно подстраиваться. Пробовали все каналы, все работают, все. Я вот даже, мы сами с Ильвией открывали метрику, и для нас, ну, когда рост пошел, самый ужасный вывод был в том, что там семь тысяч запросов Callback Hunter, прямых, и мы не понимаем это откуда, это ровно половина, да, примерно, и мы такие думаем, ну, мы не управляем ситуацией, потому что ничего не понимаем. Потом мы откроем метрику, смотрим источники входа, и там просто, знаешь, тысячи сайтов каких-то, и с каждого месяц две, там, три, пять регистраций. То есть, да, есть какие-то типа ашманов, да, то, что мы там стоим, там, идут, прям валят регистрации, но огромная масса вот тех вот микросайтов, микроконтента, которые ты нагенерировал, и он постоянно по чуть-чуть генерирует, и в общей массе это много, да. В маркетинге очень важно только, первое, с чего начать, с целевой аудитории, четко понять, кто твой аудиторий, какая емкость. Вот этого почему-то почти никто не понимает, ведь на самом деле количество, литген вот сам по себе, все думают только про литген, очень много, а он же тоже не везде нужен и не везде безграничен. Например, если ты продаешь, не знаю, там, газовые трубы оптом, тебе литген заканчивается тремя-четырьмя телефонами, и в принципе все. Ну, дальше мы, например, у 1С бухгалтерии литгена уже нет. Ну, какой литген у 1С бухгалтерии? Все знают 1С бухгалтерию, ну, на самом-то деле. То есть, на самом-то деле, свою аудиторию можно исчерпать, как нефтяное месторождение. Можно однажды сделать так, что все твои целевые клиенты тебя знают. Более того, если у тебя целевая аудитория, надо, знаешь, с вами разговаривать, говорю, сколько у вас клиентов? Выясняю, что 500. Я говорю, 500 клиентов ты можешь за месяц всех обзвонить. Нафига тебе контекстная реклама? Да. За 3 месяца ты к каждому зайдешь ногами в гости. У меня приятель, ну, я не могу называть, очень успешный на рынке диджитал рекламы, он даже говорит, Я вдруг понял, что у меня есть 400 крупнейших рекламодателей, которые мои клиенты. Я просто выписал их в Excel, и с каждым из них мы разговаривали каждый месяц. И все. Ну, то есть, как бы, и зачем тебе тогда контекстная реклама? Да, да, да. И здесь то же самое.